Первое, хотелось бы мне проинформировать вас всех, нас всех сегодня здесь, что мы подводим итоги сегодня первого этапа. Первого этапа поисковых работ, вахты поисковой, в которую входит сводный отряд поисковиков Кривой Рог, Днепро и Одесса. Я, прежде всего, хочу сказать благодарность поисковикам, это волонтеры, которые в свободное время, если можно сказать свободным, уехали из семьи, уехали из своих городов и приняли участие в очень благородном и нужном деле. Не только для города Одесса, для Украины, да и вообще для всего человечества, в принципе. Первый этап заканчивается согласно тем документам, разрешителям, которые мы получили в Министерстве культуры. Что касается следующего этапа, нам необходимо будет получить соответствующие документы и на изгумацию, и на дальнейшее исследование земельного участка, который находится на бывшей территории воинской части, сегодня это частная территория. Я думаю, что по итогам и нашей информации, которую мы предоставим Министерству культуры, они увидят о том, что действительно работа проведена и стоит дальше продолжать. Мы практически закончили обследование всего участка, на который был выдан дозвол Министерства культуры, то есть там 4,76 гектара. То есть участок, как вы понимаете, очень большой, весь он был обследован археологическим, кажется, способом, методами. И мы должны сказать, что вот мы завершаем уже работу, осталось совсем немного, и в тех местах, где мы копали уже после обнаружения 29 этих так называемых расстрельных ям, мы не нашли остатков захоронений, пока остатков захоронений именно на этой территории. То есть мы не можем утверждать, что нет захоронений дальше, вот в частности на территории бывшего воинской части, потому что для этого нужно проводить дальнейшие исследования. Но на этой вот территории нет, потому что все, что было зачищено, все, что было проведено, через каждые 2 метра длинные такие шурфы, вот траншеи, до материка каждое было исследование. Их уже, по-моему, где-то около 180 каждый день пока добавляется, 180 было сделано вот таких вот поисковых шурфов и траншей. Они не показали никаких следов вторжения, как говорится, в грунт вот в то время. То есть это были ли остатки мусорной свалки, здесь еще и мусорные ямы были найдены, вот плюс ко всему еще и даже и боеприпасы времен Второй мировой войны. Но, как говорится, то, что мы хотели найти, целенаправленно искали, то есть остатки захоронений, лиц, которые пострадали от репрессий, мы больше не нашли. Вот эти 29, наш результат на сегодняшний день, 29 ям расстрельных. При первом случае мы нашли бомбу, сразу МНС выбрали, их забрали с места работы, мы продолжили работу. А буквально вчера мы снова нашли авиационную опасность, такие снаряды, которые тоже вылучали из земли, забрали. То есть мы до этого готовы, до всяких випадков. Продолжение следует... Продолжение следует...